здравствуйте господа я вас всех приветствую в нашей комнате большое спасибо что вы посетили я просто скажу что я говорю всегда господа деньги в тренировках сегодня я не буду особенно делать никакой презентации сегодня я просто хочу с вами пообщаться так что если у кого-то будут какие-то предложения советы пожалуйста пишите пишите у нас в чате я буду читать вслух и будем обсуждать на эту тему и говорить на эту тему господа мы все в этом без бизнесе вместе мы никто ни на кого не работает мы все партнеры и поэтому это все наши удачи все зависит от друг друга очень важно приходить на эти тренировки почему ну тренировки я не делаю для себя я принципе уже знаю то что мне нужно знать и это благодаря не потому что я такой умный но я нахожусь в сетевом бизнесе 42 года и у меня есть определенные знания по этому поводу так что и большой опыт я как говорится прошел огонь воду и медные трубы в бизнесе и многому научился и учился даже когда были ну отрицательные результаты все равно на знания знания не бесценно на них нельзя поставить цену почему очень важно еще посвящать тренировки ну во первых господа вы пришли в бизнес вы завтра хотите кого-то подписать вам зададут вопросы вы не имеете никакого понятия что происходит я вам приведу такой пример господа если человек пример который буду приводить если вы его слышите и это именно вы с кем у меня был такой разговор не принимайте это близко к сердцу я ни в коем случае не говорю это чтобы вас обидеть или унизить я не буду называть имя но мы должны каждый из нас мы все должны учиться на каждых ошибках один из новых партнеров позвонил мне на днях и попросил поговорить с человеком от его имени о бизнесе пан панда спросил если он может мне позвонить и конечно может позвонить никаких проблем мы все работаем вместе как я уже сказал я просто повторяюсь и мы все друг другу помогаем и должны помогать и я тоже помогаю по мере возможности человек мне этот позвонил и первый его вопрос был мне майкл пожалуйста если не позвонила написал майкл пожалуйста расскажи мне про панк панду честно говоря я не ожидал такой вопрос потому что господа рассказать оба о бизнесе это уже ваша задача это одна из причин почему вы должны приходить на тренировки слушать есть вопросы которые которые задают другие партнеры слушать ответы если у вас есть вопрос пожалуйста пожалуйста задавайте но у меня не у меня ни у другого спонсора не у другого лидера в компании пан панда нету времени рассказывать и делать презентации за вас вашим потенциальным партнером потому что наша группа растет и растет растет очень быстро тысячи людей прибавляется каждый день я уже говорил раньше у нас уже в группе есть партнеры у которых группы больше 20 200 тысяч человек на 12 уровнях и конечно каждому за каждого делать презентацию так зачем же тогда мне нужен такой спонсор я могу ему сделать презентацию и забрать его себе конечно я так это не сделаю потому что мы все должны учиться на своих ошибках поэтому если вы хотите чтобы я или кто-то другой поговорил от вашего имени с партнером презентацию саму презентацию вы должны сами сделать конечно может попасть человек такой фомане верующий который ничему не верит это совершенно другой разговор но каждый из вас должен знать и иметь возможность ответить на все вопросы которые будет вам задавать человек которого вы хотите привести бизнес для того чтобы вам знать ответы на все вопросы вы должны посещать тренировки все очень просто перед тем как я начну я хочу вам показать одно видео которое я увидел сегодня случайно рано-рано утром и она меня так захватила так принципе вы сейчас сами увидите видео очень классное одну секунду окей а виталий дай мне знать видно нормально видно сейчас то что я ну я надеюсь что вам видно да видно видно окей спасибо сейчас я включу прослушать это всего лишь пару минут очень внимательно слушайте богатые 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 а бедные виднее Ответ очень простой, и я вам раскрою секрет. Смотрите, богатые формировали свои привычки, они ставят цели, они собирают команды, они рискуют и они действуют. Бедные ждут, работают, жалуются и идут все ниже и ниже. И получается, что богатый человек, уже сформировав привычки, не может остановить этот виток, потому что накопительный эффект привычек отрабатывает, и он становится еще богаче с каждым днем, он даже не контролирует этот процесс. А у белого привычки другие, которые он накрутил за всю жизнь и не хочет менять, и они идут вниз, 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 и получают такая геометрическая прогрессия в огромном количестве. То есть вот так идут, у белого вот так идут. Вот так. Меняйте привычки. Почему богатые богатеют? Ну, я надеюсь, я надеюсь, вы меня поняли, господа, к чему я вам показал это видео. Господа, меняйте привычки. Если вы хотите стать богатым человеком, вы должны привычки свои поменять. Очень просто. Никакого секрета в этом нету. Меняйте привычки. Я вижу, Майкл, расскажи новостях. Господа, новости. Вы все уже знаете новости. А самая основная новость, которая произошла буквально несколько дней назад, мы нас поместили на CoinMarketCap. Это одна из самых сильных новостей. Люди, которые находятся в мире крипты и имеют представление, что такое криптобизнес, они все прекрасно понимают, как важно любой монете, которая только появляется в мире, в пространстве криптовалюты, появиться на CoinMarketCap. Вот это самая основная новость. Поэтому наш бизнес не надо строить благодаря новостям или ждать новости. Я не жду никаких новостей. Я строю наш бизнес сегодня. Потому что завтра, господа, вы вспомните все мои слова. Завтра те, которые сегодня ждут, будут кусать локти. Ну как тяжело, как тяжело привести человека в бизнес. Это же так просто. Я просто даже не понимаю. Ведь что от нас требуется? Представьте себе, если в компании миллион человек, если каждый человек в течение года приведет всего лишь 10 новых людей, у нас будет к концу года 10 миллионов. Вы вообще представляете, сколько будет стоить тогда монета? Даже если она вырастет в 10 раз. Господа, я вам дам возможность задать мне вопросы. Я это обещаю. Я просто сначала хочу, ну если это можно так сказать, выразиться, высказаться. Наш бизнес зависит от нашего телефона. Очень многие люди задают вопросы каждый день и пишут, что у них проблемы с телефона. То не работает, это не работает. Одна из основных проблем, конечно, это не у всех. Ну, 90% проблем у людей, у них старые телефоны или нету достаточного памяти на телефоне. Значит, его надо почистить, удалить ненужные программки. Но основная проблема, основная проблема, это сам телефон. Поэтому писать в суппорт, что мой телефон не работает, это, к сожалению, вам никто не может помочь, так как программа одна, вы должны запомнить, господа, что эта программа, наше приложение, оно одно. Их не миллион на каждого человека отдельно. Оно одно. Поэтому, если она у меня работает, она должна у всех работать. За исключением, если есть проблема с телефоном. Вот это на сегодняшний день основная проблема. Телефон. Конечно, еще есть много глюков, это понятно. Если вы помните, несколько недель назад я рассказывал, что компания уже сделала где-то 70 апгрейд приложения, 70 обновлений. Но эти 70 обновлений еще не попали ни на Google Play, ни на Apple Play, потому что они идут потихоньку, по очереди. То есть, одно обновление приняли, вот когда его приняли, только после этого можно посылать второе обновление. И это занимает времени. Поэтому, когда все 70 обновлений пройдут, уже, конечно, многие прошли, когда все 70 обновлений пройдут, то, конечно, система будет работать намного лучше. И, пожалуйста, господа, когда вы задаете вопросы, слушайте внимательно. Сейчас я постараюсь ответить вам на некоторые вопросы. Секунду. Люди много написали, но оно все улетает у меня вверх. Одну секундочку. Майкл, как же все-таки мне загрузить эту кнопку майнинг? Окей, господа, теперь у нас есть новая вещь. Кнопка майнинг. То есть, раз в сутки, раз в 24 часа. Минимум. Вы должны зайти в систему и активировать свой майнинг. Вы можете это делать часто. Например, я вам приведу пример, чтобы вы просто поняли, как это работает. Например, вы зашли в майнинг в 10 утра. В смысле, нажали кнопку в 10 утра. То есть, до 10 утра следующего дня она будет работать. Но это не значит, что вы должны ждать ровно 24 часа. Вдруг вы забудете. Вы можете опять зайти, например, в 20.00 и нажать кнопку. Это значит, что она будет работать до 20.00 следующего дня. Короче, каждый раз, когда вы кликаете на эту кнопку, происходит сразу обновление и она будет работать 24 часа от того момента, когда вы нажали на кнопку. Это говорит о том, что вам не обязательно ждать 24 часа. Вы можете опять зайти в кабинет свой на телефоне. Это делается только на телефоне. И опять нажать кнопку и она опять будет работать с еще экстра 24 часа. Это сделано было специально для того, чтобы люди работали со своим приложением. Одна из проблем в компании была, люди пользовались ботами и устанавливали мертвые души. И это еще не значит, что вы это делали само лично. Очень много продается на интернете, разных предлагают, разные путями за определенную сумму денег, что вам подставят людей. В основном это развод. Они просто используют боты и вам подставляют мертвые души. Вы за это платите деньги и, естественно, в результате вас могут заблокировать, в каком бы проекте вы ни находились, и вы можете потерять всю свою структуру. Когда блокируют благодаря этому, то уже назад вы ничего не получите. Это значит, что вам нужен новый номер телефона, потому что блокируется ваш телефон, номер телефона, и уже вы никогда не зайдете в систему, и вы потеряете всю свою структуру. Чтобы решить эту проблему, компания решила ввести эту кнопку. И, в принципе, это, как говорится, одним выстрелом убили с двух зайцев, потому что теперь еще подчеркивается, что нужно обязательно заходить хотя бы раз в сутки в приложение. И вы видите, что у многих людей, может быть, не у всех, но у большинства, в том числе и у меня, майнинг, получение токенов сразу же увеличилось. Почему? Потому что многие тысячи людей, это были мертвые души, или люди, которые установили приложение, и они туда больше не заходят. Потому что они думают, что они все равно будут получать токены, и они больше туда не заходят, и, естественно, они ничего не получают за этот день, когда они не зашли. И это все делится на ту группу людей, которые работают. Я с этим согласен 100%. Я считаю сам лично, что и многие лидеры считают то же самое, что это было очень классное обновление. Почему? Я должен работать много, а получать меньше, чем кто-то работает меньше. Это нормально. Те люди, которые будут работать с приложением больше, это те люди, которые будут зарабатывать больше токенов. Я считаю, что это справедливо. Насчет загрузить кнопку майнинга, ну, вы должны зайти, в зависимости, где вы находите, то ли на Google Play, или вы находитесь на iPhone, и вы должны просто сделать обновление. Все работает, работает нормально. Если у вас что-то не получается, значит, что-то вы делаете неправильно. Или, опять-таки, возвращаясь к прошлому сказанному, у вас проблема с вашим телефоном. Значит, одна, самый выгодный способ, это просто купить новый телефон. Господа, одна, многие проблемы могут решиться очень простым способом. Это не значит, что это произойдет у всех, но вы должны это сделать, попробовать, если у вас проблема. Зайдите с компьютера на punkpanda.io, введите свой телефон, вам сразу же пришлется текст-месседж с номером на вашу электронную почту, и вы можете зайти туда, вы все можете увидеть. Там кнопки нету, кнопка работает майнинг только с телефона. Но вы, если туда зайдете, то у вас может сразу же после этого обновиться ваш телефон, и после этого вы можете зайти на телефон, и все может работать. Это первое. Второе. Вот, например, я вижу на моем телефоне, в моем приложении, очень много людей, нету имя, цифра, цифры, и они не знают, как поменять. Опять повторяю. Из компьютера зайдите на свой punkpanda.io в свой кабинет, и вы увидите с левой стороны внизу обновить имя. Вы можете зайти и исправить, правильно написать ваше имя. Господа, очень важно, когда вы пишете пи имя, не пишите так, как пишется на территории СНГ. На русском языке принято почему-то писать сначала фамилию, а потом имя. В англоязычном мире или вообще во всем мире всегда пишется сначала первое имя, потом второе, то есть фамилия. По-английски пишется имя, называется first name. Фамилия называется last name. First name переводится первое имя, last name последнее имя. Поэтому, если вы пишете в support, и я вижу, что многие так делают, и написали сначала фамилию, а потом имя, система смотрит так, что ваша фамилия это ваше имя, а ваше имя это ваше фамилия, и естественно, в системе написано неправильно, они вас не поймут и не смогут вам помочь. Поэтому, господа, очень важно, чтобы вы всегда знали, что в англоязычном мире, когда вы пишете в support, общаетесь с людьми, всегда надо писать сначала свое имя, а потом фамилию. Многие до сих пор мне пишут и говорят, Майкл, у меня я не зарегистрировал электронную почту по какой-то причине. Опять-таки, зайдете на компьютер, на punkpandatouch.io, введете свой телефон, и если в этой системе еще нет вашей электронной почты, она вам первое, что сделает, задаст вопрос, напишите свою электронную почту, и опять у вас будет все работать. Значит, насчет, нужно ли удалить, если у вас не загружается майник. Да, вы можете удалить, но как это делается? Я когда-то выставлял в нашей группе, в нашей основной телеграм-группе, которая закрытая, выставлял видео, как это делать. Но я знаю, что Виталий Аборин это уже делал в своих группах, и я уверен, что вы можете найти. Но самое главное, что нужно сделать, вы должны сначала, перед тем, как вы удаляете приложение со своего телефона, вы должны зайти в свои settings и почистить кэш. Вы должны все это почистить, только после этого вы должны удалить свое приложение и потом установить заново. На сегодняшний день вы можете установить заново прямо с или Google Play или Apple Store. и если вы удалите, то да, у вас все должно остаться. Опять человек задает, Майкл, пожалуйста, расскажите о новостях, если знаете. Господа, когда новости будут, вы сразу все их узнаете, никто не держит их в секрете. Просто посещайте группы. Но самое главное, ждите не новости, стройте бизнес. Скорее, не вопрос, а пожелание. Жду, когда заработает функция добавления новых партнеров в группы Панк Панда. А также хочется знать, когда станут доступы почты и телефонов партнеры в первой линии. Так, все, окей, ну, это будет, это есть уже в одном из обновлений, поэтому это будет, когда это будет, я не знаю, это все зависит от, еще раз повторю, от Apple Store и Google Store. Все уже сделано. Кстати, наша программа уже переведена, если я не ошибаюсь, на 170 языков или 172 или 175 языков. Уже это все сделано. Но пока пройдет обновление, это займет время, потому что все идет по очереди. поэтому пока просто ждите. Добрый вечер. CoinMarketCap тоже сетевой? CoinMarketCap это не сетевой бизнес, причем тут одно к другому, это не имеет никакое отношение. CoinMarketCap это где зарегистрированы самые основные монеты в мире крипты? Что за бот на каналах в чате появился? Это от компании или фейк? Ну, во-первых, откуда я знаю, о каком боте имеет речь, поэтому понятия не могу ответить на ваш вопрос, я не имею понятия, о чем вы говорите. В каждой Telegram-группе есть определенный бот, который контролирует, что когда люди новые подсоединяли, чтобы это не загрязняло сайт, поэтому о каком боте идет разговор, понятия не имею. Да, вот я вижу, что люди пишут, да, реально увеличилось поступление, и опять-таки подчеркиваю, поступление появилось потому, что те люди, которые не работают, они не должны ничего получать. Так что, если человек зашел в приложение, установил предложение, заходит, работает с ним, конечно, он должен получать больше. Я считаю, что это очень справедливо. Да, вместе имена, вот пишет Виталий, часто стоят знаки-вопросы. И вот он выставил вам видео, куда вы можете зайти и посмотреть, как это все исправить. Привет, Майкл, я купил пакет BTC стейкинг, как я могу получить доступ к видео Панда Академии. Доступ к видео Академии, если вы только купили пакет за 1000 долларов, потому что там появились пакеты за 250 долларов тоже, но они недействительны. Только пакеты, если вы купили пакет за 1000 долларов, только тогда вы можете поступить, получить доступ Панда Академии. Насколько я понимаю, если вы нажимаете на Панк Академии на платный и вы проплатили 1000 долларов, то он автоматически открывается. Если вдруг руминг будет какая-то проблема, дай мне знать. Стесняюсь спросить вопрос по теме, как в Панк Панда добавить контакты для общения. Ничего тут стыдного нету, это нормальный вопрос. Вы должны быть у вас в вашем телефоне. Значит, их имя, фамилия, ваших контактов. Первое, что должно произойти, вы должны эти имена добавить в ваши контакты. Тогда они у вас появятся в Панде. Здравствуйте, когда заработает фарминг? Ну, фарминг уже работает, значит, когда он заработает. Фарминг работает, и для того, чтобы работал у вас фарминг, вы должны купить, зайти на pangpandafarm.com и там вы должны купить монеты. И тогда фарминг это немножко другое, чем стейкинг. Но для этого, если вы имели аккаунт на фарме раньше, и вы купили какую-то сумму PPM, но раньше, и они у вас там находятся, вы только можете получать от них стейкинг. Если вы хотите получить фарминг, это намного больше получаете, но это вы должны купить PPM заново для фарминга. Майкл. Мои партнеры спрашивают, будет ли в будущем сделана программа для вывода средств прямо из приложения на банковскую карту. Ну, вы понимаете, что в принципе и ваше приложение это не телефон, поэтому вы должны автоматически сначала, в смысле, я извиняюсь, ваше приложение на телефоне, это не обменник, вы должны сначала вывести на MetaMask, а оттуда вы уже можете выводить куда угодно. Поэтому я не вижу в этом проблемы, это очень просто, я уже выводил три раза, никаких проблем нету, работает, кстати, наоборот, это хорошо, потому что когда вы выводите, это занимает 48 часов, то есть, если вы зашли в приложение, если вы проверяете свое приложение, вы вдруг видите, что у вас стоят PPM на вывод, кто-то взломал ваш аккаунт, то у вас есть время остановить это и не потерять свои деньги, поэтому я считаю, что это нормально, я не вижу надобности выводить прямо с телефона, это только откроет возможность взломщикам взламывать ваше приложение и воровать ваши токены. я купила в декабре 152 доллара, и что теперь с ними делать? если вы купили в декабре, вам делать с ними ничего не надо, это все стоит на стейки, если вы зайдете на фарму, то вы увидите, что на ваши 152 долларов PPM все время идет стейки, то есть они растут, в результате вы сможете, вы же понимаете, что выводить, продавать, это минимальная сумма 10 PPM, на сегодняшний день вы можете выводить 5%, поэтому сколько вы купили токенов за 152 доллара, 5%, это, наверное, еще не будет 10 PPM, вы же помните, что минимальный вывод только 10 PPM, но я считаю, что эта сумма маленькая, и выводить PPM на сегодня, когда они стоят так дешево, ну, я считаю, что это просто глупо, вы знаете, я работая в бизнесе криптовалюты более 8 лет, 9 год уже, я зарабатывал свое время, когда я занимался майнингом, я покупками, через меня прошло тысячу биткоинов, представляете, если бы я все эти тысячи биткоинов сегодня имел и не продал, даже, хотя и цена упала, все равно это было бы 16 миллионов долларов, а в результате биткоин все равно будет стоить намного дороже, и мы сейчас об этом поговорим, я все равно сумел сохранить, на сегодняшний день я сумел сохранить 469 биткоинов, 400 биткоинов я подарил своей дочке, и 69 биткоинов у меня есть в наличке, было 70, ну, я продал один биткоин, когда он стоил 48 тысяч долларов, пошел, купил себе машину, мне просто хотел иметь именно этот факт, что я за биткоин купил машину, это было, сколько уже, это было в прошлом, в прошлом году, кажется, если не ошибаюсь, но я продал чуть-чуть позже, а купил, потом купил машину, но дело не в этом, я сделал очень много ошибок, я продавал биткоины, когда они стоили 3000 долларов, и 5000 долларов, и 10 тысяч долларов, последний раз я продал, и когда они стоили 500 долларов, последний раз я продал биткоины, когда они стоили 18 тысяч долларов, я тогда продал 100 биткоинов, и вы сами знаете все, что они дошли до 65 тысяч, вы представляете, хоть я и продал 100 биткоинов, и заработал миллион 800, я мог заработать 6,5 миллионов долларов, это большая разница, правильно? Основная масса людей на эти деньги уже может жить спокойно, не работать и не думать ни о чем. И это было бы достаточно и для них, и для их детей жить только на процент. Но я сделал большую ошибку, я продал. К чему я вам это говорю? Я это вам говорю не похвастаться. Я вам это говорю к тому, чтобы, господа, вы не сделаете такой ошибки. Давайте поговорим, и потом я продолжу отвечать вам на вопросы. Давайте немножко поговорим еще раз. И я честно скажу, об этом надо говорить много раз. Мы все люди, и мы забываем, и я забываю тоже. Почему сейчас плохое время продавать PPM? Давайте начнем разговор с нашего, с биткоина. Биткоин это единственная монета, которая официально зарегистрирована на мировой бирже. Биткоин уже существует тринадцатый год. Каждые четыре года происходит халвинг у биткоина. Что такое халвинг? Кстати, у нас халвинг только что произошел первый двенадцатого ноября. Что такое халвинг? Это когда добыча монеты падает в два раза. То есть первые четыре года было добыто десять миллионов биткоинов. Следующие четыре года было добыто пять миллионов биткоинов. Следующие четыре года было добыто два с половиной миллиона биткоинов. Так далее и тому подобное. Вы помните, я вам всегда говорю, что никогда никто не знает, что будет завтра. И если вы хотите прийти к какому-то знаменателю, что может произойти в будущем, это не гарантированно, но может произойти, вы должны проанализировать, что было раньше. И все вот эти знаменитые аналитики, которые работают на всех этих финансовых институтах, в том числе и в мире криптовалюты, которые работают на мировой бирже, которая контролирует экономику всего мира, они анализируют, как работал тот или иной стак, та или иная криптовалюта год назад, три года назад, пять лет назад, семь лет назад или десять лет назад. Анализируют. И благодаря этому анализу они приходят к определенному знаменателю, какую монету купить, какую акцию купить и когда ее продать. Вот на этом, господа, и построен мир экономики, экономика всего мира. Это так, не рассказывая подробно, но вот это факт. Теперь смотрите, каждые четыре года, когда происходил халвинг у биткоина, не сразу после халвинга, а в течение следующего года биткоин взрывался. И потом он доходил, и потом он опять падал вниз. Первые, самые большие деньги я забыл, заработал в криптовалютном мире с биткоином, когда биткоин взорвался и дошел до 20 тысяч. И потом он упал. Он сильно упал, я не помню, если не соврать, он упал, наверное, меньше, чем 5 тысяч тогда долларов. Или даже меньше, чем это. И потом он опять, произошел следующий халвинг, который произошел два года назад. И опять биткоин пошел вверх. И дошел до 65 тысяч. И потом он уже падал до 15, сейчас он 16. Следующий халвинг у биткоина произойдет через два года. То есть в апреле 2024 года произойдет халвинг биткоина. И в следующий год, то есть в 2025, аналитики анализируют, проанализировали уже все, что происходило раньше. И они считают, что биткоин может дойти до 150 или даже 250 тысяч за монету. А потом он опять упадет. И каждый раз он повышается больше, чем он повысился раньше. И когда он падает, он уже не падает так низко, как было в предыдущий раз. Почему я об этом говорю? К чему я это говорю, господа? Потому что когда биткоин идет вверх, если вы все вспомните, и это все можно посмотреть на блокчейн, на коин-маркет-кап, везде это можно всю информацию посмотреть, каждой монеты, как она двигает и сравнит с биткоином. Все идет вверх. Когда биткоин падает вниз, все падает вниз. Поэтому задумайтесь, а что произойдет с PPM, когда биткоин после халвинга пойдет вверх? То есть в 2025 году. Потому что это не сразу срабатывает, это происходит в течение следующего года. То есть вы даже себе не представляете, сколько наша монета может стоить через 3 года, только благодаря биткоину. Я думаю, многие согласятся, если биткоин дойдет до 250 тысяч, то это 100% наша монета может стоить 100 долларов, а может стоить даже больше. Теперь вернемся, как говорится, к нашим яйцам, к нашей монеты. А представьте себе, как будет стоить, сколько будет стоить наш PPM к концу следующего года, когда приложение будет работать намного лучше, появится многие другие наши, наша экосистема будет полностью работать. То есть у нас будет такая же возможность делать такие же тренировки, как мы сегодня делаем в Zoom, только теперь уже на PANDA. У нас очень много новых вещей начнет работать, которых еще нет. пока об этом только говорят. Господа, это все в процессе, над этим компания работает? Когда у нас будет 10 миллионов людей, 20 миллионов людей и больше. Вы вообще представляете, сколько будет стоить токен? У меня многие спрашивают. Хорошо, Майкл, ты говоришь, не надо продавать. А почему ты сам продаешь? Первая причина, почему я продаю каждый месяц, чтобы показать своим партнерам, потому что у меня до сих пор люди поспрашивают доказательства. Они все равно никому не верят, что было продано. Только для этого я делаю. Поэтому я всегда продаю, вывожу, сначала вывожу в MetaMask, потом вывожу на, переменяю в BNB, вывожу на, как это называется, вот выскочил, Binance, и потом вывожу в банк. Вся эта процедура у меня занимает, ну, наверное, будем говорить, 4-5 дней. И у меня все, деньги в банке. Я уже это делал три раза. И если кто-то захочет, если кто-то не верит, я могу все это продемонстрировать. Вот для чего я вывожу. Ну, господа, не сравнивайтесь со мной. У меня на сегодняшний день, я сегодня подсчитал 430 тысяч ppm. У меня 230 тысяч ppm на моем приложении и 200 с копейками тысяч ppm у меня на фарме. Это все благодаря тому, что я что-то инвестировал, что-то у меня же растет, растет быстро. У меня где-то рост получается, где-то кругом-бегом 900 ppm в сутки. Господа, пожалуйста, не думайте, что я этого к вам рассказываю, потому что я хвастаюсь. Мне не о чем хвастаться, у меня все давно в шоколаде, даже перед тем, как я стал заниматься в бизнесе криптовалюты. Потому что я много лет посвятил и сетевому бизнесу, и традиционному бизнесу. И я зарабатываю сейчас в сетевом бизнесе больше, чем я зарабатывал в своем традиционном бизнесе. Я всегда работал, пахал, как папа Карла, пахал землю носом. Поэтому я чего-то добился, потому что просто так оно ничего не приходит. Господа, помните, что нету волшебного бизнеса, нету волшебного продукта и нету волшебного маркетинга. все зависит от вас и от команды в целом. Я это вам все рассказываю, господа, к тому, что то, что добился я, может добиться каждый из вас. Господа, у меня в группе, в моей, есть уже парень, его зовут Артур. Если я не ошибаюсь, он из России. Артур, если ты меня слышишь, если я ошибся, я приношу свои извинения и преклоняюсь перед тобой. У Артура группа уже пересекла марк, если я не ошибаюсь, у него на сегодняшний день 210 тысяч дистрибьюторов на его 12 уровне. это уже больше тысяч на 20 партнеров, чем у меня. Кто-то мне недавно задал вопрос. Майка, а как это может быть, что в твоей группе у кого-то больше людей, чем у тебя? У тебя же больше... Это же все по тобой. Потому что и 12 уровень, это мой 13 уровень, так как он у меня на моем первом уровне. Значит, у этого человека очень большое количество людей на его 12 уровне. То есть его 12 уровень уже вышел из моего, моих 12 уровней. Это значит, что у нас внизу есть люди, что он может быть даже не единственный. Поэтому, господа, когда я вам рассказываю, сколько я заработал, сколько я зарабатываю и что у меня происходит в группе, я вам говорю к тому, чтобы подталкивать вас. Запомните, господа, и послушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. В нашем приложении, пан-пан-дар, самый высокооплачиваемый дистрибьютор, еще даже не пришел в бизнес. Он может быть под вами, господа. Почему я сейчас все время говорю, что сейчас, господа, не забивайте себе голову, что-то не работает. Самое главное, если вы подписались в бизнес и смогли увидеть свой реферальный код, запишите его и рекрутируйте, потому что что бы ни происходило с вашим приложением сегодня, как бы оно работало, не работает, ваш реферальный код прикреплен к вашему номеру телефона, и все, что вы приведете, будет под вами, оно никуда не пропадет. Стройте свою платформу, стройте свой фундамент, стройте свой бизнес, потому что основная масса придет в бизнес только тогда, когда все будет работать. Вы видите, сколько у нас в группах людей все время жалуются. Я не имею в виду, они говорят, что просят помощи, как надо сделать то или иное. Я говорю просто прямым, как говорится, прямым текстом, просто жалуются. Я иногда смотрю, группа пишет, что за херня? Я иди, естественно, сразу же удаляю таких людей из группы и блокирую. Мне не имеет значения, кто они. Не нужно рассеять негатив. И, к сожалению, таких людей много. Поэтому самая основная масса людей придет в наш бизнес тогда, когда все будет работать отлично. Это может занять еще один год. Поэтому сейчас стройте свою платформу, потому что если у вас все будет, если у вас будет хороший фундамент, большое количество людей в группе, то когда основная масса людей хлынет в бизнес, они будут под вами. Господа, вспомните мое слово, то, что я скажу сейчас. Это может произойти не сегодня, это может занять три, может быть, пять лет. Но у нас в группах будут люди, под которыми будет более миллиона человек. Нету таких в сетевых бизнесах, еще такого не было. Даже у меня самую большую организацию, я когда-либо построил, было, если я не ошибаюсь, 424 тысячи человек. Это была самая большая моя группа, которая была на моих уровнях, с которых я получал деньги. Я знаю, что у нас, может быть, сегодня в нашей русскоязычной группе в компании Panda более 400 тысяч, и даже больше этой цифры. Но это уже не на моих 12 уровнях, они уже ниже. Я уже от них ничего не получаю. Но это ничего, потому что мы все равно работаем все вместе, и бизнес наш растет, потому что, господа, мы не просто участники компании Panda, мы все имеем акции, то есть мы все партнеры. Это все равно, что когда у меня было самого большого успеха в моем бизнесе, традиционном, это я добился не в своих двух ювелирных магазинах, а в компании по продаже медицинского оборудования. Мы ее продали в январе 2003 года, и за 2002 год мы продали, наш оборот был 20 миллионов долларов за год. Нас было 4 партнера. У меня было где-то человек 20 работало людей, но партнеров у нас было 4. Поэтому здесь, если я говорю, что у меня в группе, допустим, 190 тысяч человек, это все мои партнеры. Никто не работает ни на меня, и я не работаю на них, господа. Мы все партнеры, потому что каждого из нас, как только мы установили это приложение на телефон, это наши акции, компании. Мы партнеры. Компанию могут продать, но наши акции продать никто не сможет, если мы не захотим. Мы говорили на эту тему раньше. Допустим, найдется, допустим, Билл Гейтс заинтересуется нашим бизнесом и придет и предложит, например, 10 миллиардов долларов. И будет вероятно, что ее могут продать компанию. Произойдет две вещи. Первое. Вы даже себе не представляете, сколько сразу поднимется цена PPM. Вы все будете сидеть и хлопать в ладоши, когда вы это услышите, потому что PPM пойдет, будет стоить более 100 долларов. Я когда-то как-то подсчитывал, если не ошибаюсь, где-то 180 долларов, где-то так. Это то есть, если у человека есть 10 тысяч PPM, это он будет иметь где-то миллион 800 тысяч, почти 2 миллиона долларов. И после этого цена будет только расти фантастически. но все равно каждые 20 минут вы будете продолжать получать свои PPM. Ваш бизнес купить невозможно. Он может только купить определенное количество компаний. В данном случае, если кто-то захочет купить, они купят 51%. Но мы все равно будем продолжать оставаться хозяевами и компаниями и получать свои PPM каждый день по исходу 14 лет. Поэтому, если когда-то кто-то купит нашу компанию, это неплохо, это очень хорошо. Но я сомневаюсь, что хозяева компании захотят продать ее, потому что она будет приносить все больше, больше и больше денег и наше PPM будет стоить больше, больше и больше. Я не хочу сказать, что наш PPM когда-то дойдет такой же цены, как продается биткоин. Но если наш PPM дойдет до 100 долларов, а он дойдет и в ближайшее будущее, то это изменит большинство людей жизнь. Поэтому я говорю всегда всем так, господа. Посмотрите назад. Например, если человеку 40 лет, это значит, лет 20 он уже работает. И за 20 лет он не смог отложить себе деньги. Это основная история основного регулярного человека, мужчина, женщина, особенно которые работают и живут на территории СНГ. Да и в других странах тоже. Поэтому дайте себе три года. Три года. Три года. Поставьте себе цель за три года построить такую структуру, чтобы вы могли заработать хотя бы 10 тысяч ппм. И через три года вы можете стать обеспеченным человеком. Я не думаю, что это так тяжело. Потому что что мы делаем, господа? Мы делаем, что делает каждый из нас, который имеет такое приложение, как WhatsApp. У WhatsApp вначале было очень много проблем. От двух до четырех лет. Потому что основная масса, в том числе и я, мы начали пользоваться WhatsApp, когда он уже был, когда его уже продали, когда Facebook уже его купил. Поэтому большинство из нас даже не знали, какие были проблемы с WhatsApp, потому что даже никогда не слышали. То же самое произойдет здесь. Основная масса начнет приходить в нас в бизнес, как я уже сказал, позже, когда все будет работать. Но вы можете уже сейчас рассказывать своим друзьям, что есть еще одно приложение такого же типа, как WhatsApp. Да, мы молодые, мы только год в бизнесе, у нас еще много глюков, у WhatsApp было то же самое. Но, несмотря на эти глюки, оно уже работает, вы можете им пользоваться, и самое главное, за то, что вы ими пользуетесь, каждые 20 минут вы будете получать токены, которые уже можно продавать. Господа, мы единственный бизнес на сегодняшний день, во всяком случае, который я знаю, нету никакого риска. Вы знаете, я очень люблю путешествовать со своей женой. Я проездил, был во многих странах мира, и последний раз я ездил в другую страну, это я был в Дубае, но это было как раз до ковида. И сейчас я пока, если езжу, то езжу тут по стране, в основном в Калифорнию, в Лос-Анджелес, потому что там живет моя дочка со своим мужем. И мы уже говорили на эту тему с супругой, со следующего года опять начну путешествовать. К чему я вам это рассказываю? У нас классный бизнес, не имеет значения, где я нахожусь, мне нужен только телефон. Ну, и в данном случае, чтобы делать раз в неделю конференс, тренировки, я могу взять с собой свой лаптап, и где бы я ни находился, я всегда могу сделать тренировку. Вот это наш бизнес, господа. Ну, кто может предложить бизнес-случай? Вы знаете, я получаю письма очень часто, ну, каждый день, и очень часто мне пишут, люди предлагают разные бизнесы. И вы знаете, когда мне человек предлагает другой бизнес, я, конечно, для меня это мой потенциальный партнер в моей компании, и я ему пишу обычно, не всем, конечно, в зависимости, как мне предлагают. Если человек грамотный и предлагает правильно, я ему пишу в ответ, я не пишу не это, пишу, что я работаю на сегодняшний день и строю свой бизнес в Панде. Поэтому, если вы хотите предложить мне бизнес, вы должны мне доказать и обосновать, почему вы считаете, что я должен бросить свой бизнес и прийти к ваш. И я ему скидываю коротенькую рекламу, презентацию. Вы знаете, никто из них мне пока не ответил. Люди только говорили, оу, наш намного лучше. Я говорю, почему, как, объясните мне. И люди сразу проглатывают язык, потому что сказать нечего. Господа, чтобы вы просто поняли. Может быть, не каждый из вас еще может это объяснить, это нормально, поэтому это надо приходить на тренировки. Но, господа, чтобы вы просто поняли, что лучше нашего бизнеса на сегодняшний день нет. И причина очень простая. И вы это уже все знаете и слышали много раз и еще и слышите еще больше раз. У нас нету никакого риска, что от вас требуется только установить приложение и начать им пользоваться. То, что вы делаете на ватсапе в любом случае. Вам просто за это ничего не платят. И вы начнете получать свою криптовалюту, свои токены каждые 20 минут. И если вы попадете с человеком, который связан с криптомиром, скажите, мы уже зарегистрированы на CoinMarketCap. Зайдите и посмотрите. Окей, теперь давайте посмотрим, если есть еще вопросы. Майкл, будут ли заходить в проекты фонды? Извините, Олег, я совершенно не понял ваш вопрос. Что значит за проекты фонды? Что это такое? Вы мне должны объяснить. фондов миллионы на родный случай жизни, поэтому я понятия не имею, что вы имеете ввиду. Пишет человек, там начисляют сейчас совсем слезы, причем начисления идут не как стейкинг, а как награда. Может их надо куда-то перекинуть? Опять-таки, Эльвира, для того, чтобы зарабатывать, как вы говорите, не слезы, нужно работать, нужно иметь группу, надо рекрутировать, это первое. Второе. Сегодняшние слезы, когда-то, когда у биткоина появилась первая цена, сколько, 13 лет назад, она стоила, этот человек продал свою пиццу за 10 долларов, в смысле, купил пиццу за 10 долларов и заплатил 10 тысяч пи-пи-м, ой, 10 тысяч биткоинов, поэтому, если вы возьмете 10 долларов и разделите на 10 тысяч биткоинов, вы получите вам первая цена, это была какая-то десятая копейки, а сегодня это стоит, сегодня это состояние, поэтому, мне говорит о том, человек, который сказал, что это слезы, что этот человек не имеет никакого понятия, что такое криптомир, что такое криптовалюта, изучайте, это вам пригодится, пригодится вам Эльвира очень-очень сильно, поэтому, чтобы получать не слезы, работать надо, ну и самое главное, вы не вкладывали никакие деньги, вам это все дело дается бесплатно и каждые 20 минут. Будет ли запись этой встречи? Ну, я записываю встречу, надеясь, если ничего не пропадется, иногда, к сожалению, бывают проблемы с техникой, но я думаю, что запись будет, потому что запись идет. Господа, если кто-то хочет порассуждать вслух, может, совет какой-то дать для компании, пожалуйста, если это что-то... Господа, запомните, что у меня прямая связь с Альбертом, Альберт это мой спонсор, Альберт это CEO компании, я хорошо знаю, теперь, я его раньше не знал, Маркуса, у нас тоже с ним прямая связь, я тоже с ним общаюсь не очень часто, но иногда, у меня есть общение с ТВ, поэтому, если есть какие-то серьезные предложения, в зависимости, конечно, если сейчас именно время для этого предложения, вы можете со мной поговорить на эту тему, если это что-то интересное, почему бы нет, я могу это все довести доуш хозяев в компании. Окей, человек дал понятие, крупные инвестиционные фонды, которые вкладывают в проект на ранних стадиях развития. Ну, вы немножко не поняли, молодой человек, фонды никогда не вкладывают деньги в компании. Фонды, что такое фонд? Здесь это в Америке называется mutual fund. Это определенный фонд, например, если мы говорим об одном и том же, есть финансовые фонды, это которые находятся на мировой бирже, и люди туда вкладывают деньги, они с этими деньги, деньги эти крутят, они опять-таки покупают, продают, покупают, продают на мировой бирже, очень много денег тратится, вкладывается в недвижимость. Это основные вещи, куда вкладывают деньги в фонды. В данном случае в компании Panda нам не нужны вкладчики. У нас уже собралось такое количество денег, потому что уже есть инвесторы, поэтому на сегодняшний день компания Panda деньги не ищет, и вкладчиков не ищет, поэтому им это не нужно. У нас уже есть намного больше, чем нам нужно для того, чтобы сделать то, что мы хотим сделать. Вы не забывайте, что если вы помните, как делятся деньги с майнинга, то 15% каждые 20 минут всей добычи идет именно на развитие компании, а так как монеты уже продаются и покупаются, то практически им уже не нужны никакие инвесторы. Инвесторы им нужны были в самом начале, пока нельзя было продать монету. Поэтому это данный вопрос, в принципе, я не хочу сказать, что это не по теме, но Panda на сегодняшний день не ищет инвесторов, потому что они уже сами стали инвесторами. Надеюсь, вам, вы получили ответ на ваш вопрос. Эльвира задает опять вопрос о фарминге. Был процент, оркапал каждый день. Нет, я не вложила, 150 долларов, поэтому я и прошу объяснить, что не так. Процент на фарминге вы получали только в самом начале. Это было недолгое время. Сейчас вы просто получаете money на стейкинг на своей фарме. Если вы этого не видите и не знаете, как вам платят, вы должны будете мне позвонить, открыть свой экран на вашей фарминге, я вам покажу, что и как, и где вам платят, и где вы можете это проверить. Когда идет майнинг, вы не можете получить процент, потому что майнинг зависит от количества людей, кто сколько получит, и количество людей увеличивается каждый день, а добыча не увеличивается, добыча одна, поэтому вы не можете получить процент, это было только в самом начале, до того, как монета вышла, произошел листинг, про эту информацию мы все рассказывали очень много раз, значит, вы не слушали наши тренировки, вы, то, что вы купили на фарме, вы получаете стейкинг, то же самое, как происходит на вашем приложении на телефоне, если вы зайдете, вы посмотрите, вам платят за стейкинг, и вам платят за структуру, стейкинг, это то, что чем больше монет вы будете держать внутри приложения или внутри фарминга, от этого и будет зависеть количество стейкинг, сколько вам приходит на это, надеюсь, вы меня поняли, вопрос, будут ли в дальнейшем меньше требования к телефонам при установке приложения, но опять я не понял ваш вопрос, что значит меньше требования, что вы имеете ввиду, например, техника идет все время вверх, и телефоны меняются, потому что старые телефоны уже не годятся для новых приложений, поэтому это никогда не пойдет вниз, это только идет вверх, технология все время идет вверх, и поэтому меняются все телефоны, вот Виталий как раз дал хороший ответ, спасибо Виталий, Panda Application производит свои обновления в соответствии с повышениями требований безопасности на Apple и Google, минимальное программное обеспечение необходимое на вашем телефоне для Panda Application, Apple iPhone 6s и выше и iOS 15, 7 или выше, Android 9 и выше, кстати, мне задавал вопрос человек, надеюсь, он сегодня находится в нашем комнате, на нашем семинаре, потому что у него Android 7, и он не может запустить свою программу, он все видит на компьютере, но не видит на программу, вот вам ответ на ваш вопрос, нужно минимум Android 9 и выше. Можно просить основателя компании, чтобы сделали для спонсоров увидеть свою первую линию почта, как раньше реферальный код. Господа, я уже об этом говорил, компания над этим работает, и это будет, это обновление, как только оно пройдет, дойдет его очередь до Apple Store и Google, то сразу же это все появится, это все будет, это все в работе. Окей, господа, мы уже с вами проговорили час, поэтому я буду потихонечку закругляться, если у вас больше нету телефонов, то я на этом закончу, я сейчас, когда закрою, я дам вам возможность еще со мной пообщаться, пока я только закрою в нашем виде, поэтому господа, большое вам спасибо, особенно те люди, которые пришли на тренировку, господа, деньги в тренировках, поэтому если вы приходите на тренировку, вы не делаете мне одолжение, вы делаете одолжение самому себе, потому что благодаря этому и только этому вы сможете построить большую структуру, люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать, и если вы будете посещать тренировки, и ваши партнеры будут видеть, что ихние лидеры, ихние спонсоры посещают тренировки. Они будут делать то же самое. И ваш бизнес будет расти. Мне заняло 10 лет понять, как это важно. И только через 10 лет мой бизнес попал совсем в другую точку. Я начал зарабатывать серьезные деньги, о которых я мог только раньше мечтать. Я потратил 10 лет, я не хочу сказать попросту, потому что я все равно получил большое обучение и зарабатывал деньги. Просто я никогда не мог заработать тогда больше, чем 7000 долларов. А потом мой бизнес взорвался, я сразу стал зарабатывать 25 и больше. Это все благодаря тому, что я стал слушать тренировки. То, что я вам советую. И еще большая просьба мне, если вам нравится этот ролик, обязательно поставьте лайк. Спасибо, господа.